А здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! У нас золотой колос продолжается и, если можно так выразиться, первый этап, первый тройничок у нас подходит к концу. Сегодняшний игровой день у нас не будет никакого посева, мы просто все собираем, все продаем и сеять будем только на следующий игровой день, но это уже, это уже потом. Сегодня у нас много работы, надо запустить заводик еще один и распродать все, что у нас готово к продаже, перевести все, что нам надо перевести, убрать весь урожай, короче, забот много. А погода сегодня не летная, увы. Сколько это времени у меня все займет, не знаю, но серия, я планирую, что она будет не очень длинной. Короче, всем приятного просмотра и погнали развлекаться! Начинаем, друзья, мы играть с полей. На всех полях у нас растет свеколка и, соответственно, не знаю, сколько времени у нас уйдет на уборку, у нас есть один комбайн, мы никуда не торопимся, поэтому пускай он себе тихо, мирно ездит, развлекается, собирает эту самую свеклу. В теории, конечно, ее должно быть очень дохренище здесь, со всех-то полей, да даже с этого поля будет дохренище. В прошлый раз мы с маленького 11-го нашего поля, вот с этого вот, на котором, кстати, даже известь требуется, мы собрали 500 кубов. Я думаю, что мы забьем все свои склады и завод наш, который перерабатывает эту сахарную свеклу на сахар, будет работать некоторое время, ну как некоторые, довольно долго он будет работать. Сейчас он остановлен, в прошлый раз я его запустил и еще 50 кубов не переработалось, но тут переработка 50 кубов в час идет, так что к 10 утра он уже закончит свою работу, тут все, в принципе, понятно. Прокачка следующей, следующая прокачка линии у нас будет доступна только на 95 рейтинга, в общем-то это будет не скоро, у нас сейчас 80. Тут, в общем-то, времени займет много, поэтому я этих пацанов трогать не буду. Вместе со свеклоуборочным комбайном у нас будут работать 2 мана, вот этих вот, которые по 59 кубов. Оранжевого мана зерновоза мы пока оставим в покое, пускай стоит, 2 вполне справятся. Ну и так как у нас еще закрыт сахарный завод, то возить они все это дело будут на базу. Я надеюсь, что у них никаких косяков в работе не будет, поэтому вроде как они должны четко справляться, вроде как. Как оно будет на самом деле, хрен его знает. В общем-то, с этим заводом у нас все понятно, погнали дальше. Далее, друзья, мы пробежимся по нашим складам. Пока шел посев этой самой свеклы, мне было нечем заняться, поэтому я перевез все наши заначки на товарные склады, которые мы купили, поэтому теперь это все дело у нас хранится именно здесь. Вся мука, все крупы, которые у нас есть, жалко, что оно как-то непонятно здесь растасовано. Причем это не в том порядке, в котором я привозил. Как-то здесь все наобум, если честно. Черт, я выгрузил поддон, да? Ладно, не проблема. Закинем его потом обратно, когда там будем где-нибудь рядом. Ну, короче говоря, все товары, которые мы на данный момент производили, они у нас есть по 60 кубов. То есть мы можем в любом, в любое время взять какой-либо срочный груз и спокойно его отвезти. Также на базе у нас есть еще картофель 357 кубов, но пускай он лежит на всякий случай. И лен, который тоже пускай лежит. У меня уже для него есть применение на будущее. Я уже придумал, куда я его дену. Но об этом расскажу далеко не в этой серии. Далее, друзья, теплички. В тепличках у нас тоже все закончилось. На восточном тепличном комплексе у нас есть 850 кубов клубники. И ее нужно будет продать. Ну и грунт надо будет обязательно обновить. Но, в принципе, в течение трех дней можно будет этот самый обогащенный грунт перевезти, надо будет купить. На северном тепличном комплексе, в принципе, все то же самое. Поэтому сейчас быстренько вот так вот меняем грунт. Здесь у нас 914 кубов томатов, баклажанчики, есть огурчики. В общем-то, все это дело надо продать. И, соответственно, заработать кучу бабла. Но это мы тоже чуть-чуть попозже сделаем. Запустим в работу. По заводам, друзья, у нас, во-первых, сахарный завод. Осталось, как я уже показывал, свеклы 50 кубов. Но это ладно, оно будет продолжать работать, пускай работает. Есть у нас 500 кубов сахара. Его тоже мы продадим. И, друзья, совсем я забыл про то, что надо вывозить жмых. И его уж здесь насобиралось уже миллион. На самом деле, миллион жмыха вывезти, это довольно геморройное занятие. Вывозить его особо сильно некуда. На данный момент можно вывезти только лишь 35 кубов. И это потому, что я вчера, в прошлый игровой день, вывозил отруби. От жмыха мы сейчас избавиться не сможем. На мельнице же осталось 44 куба отрубей. Но я днем, короче, вывез все, что там было из отрубей. Но завод еще продолжал работать, поэтому что-то потом насобиралось. В общем-то, это дело тоже неплохо было бы отсюда вывезти. Ну и насобиралось здесь немало товаров. В принципе, по крупам их довольно мало. Но вот муки 365 кубов есть, ее тоже неплохо было бы продать. Так что тут с задачами, в принципе, все просто. Ну а перевозками, друзья, мы будем заниматься с помощью наших контейнеров. Причем контейнеров маленьких. У нас есть 4 штуки вот таких вот классных. Один, правда, занят комплектующими. Надо будет как-то его тоже освободить. На самом деле, с учетом того, что мы сейчас никуда не торопимся, и как-то мне пришло в голову, что надо бы все-таки поменьше одновременно техники запускать. Возможно, большие контейнеры мне бы сейчас точно не помешали. Но мы запустим всего лишь 2 в работу, маленьких. И будем их пускать по очереди. Но к этому мы вернемся тоже чуть попозже. Погнали, я еще покажу, что нам еще сегодня надо сделать. Основной геморрой, друзья, который меня ждет, это наш лес. Вот сейчас он уже точно вырос на третью стадию. Мне много сообщений было про прошлую стадию, не в комментариях, а еще когда-то давным-давно я спрашивал, последняя ли это стадия. Люди писали, да, последняя. Ну вот я смотрел в сейве, в прописке. Короче, нихрена это была не последняя. Вот сейчас она точно последняя, и деревья уже больше не вырастут. И да, я был прав, когда вспомнил, что когда ты их пилишь, там по 11-12 метров, 3 бревна вылазят. Вот их по 3 и будет вылазить. Соответственно, задача на сегодня у меня вот это вот все абсолютно спилить и перевести на мебельную фабрику. На мебельной фабрике мы запустим производство бруса и будем из этого всего делать брус. Но бруса на заначку, друзья, нам надо будет накопить далеко не 60 кубов, а намного больше. Дело в том, что брус требуется еще для строительства некоторых объектов. Например, автомойка на товарных складах. Требуется 10 кубов бруса. Соответственно, к тем 60 мы прибавляем 10 на автомойку. 50 на зерновое хранилище. Заброшенный цех я не собираюсь покупать, поэтому ангар для техники там строить я не буду. Склад муки на хлебокомбинате мы на будущее будем, хотя я не знаю, когда у нас хлебокомбинат появится. Поэтому плюс 20 мы тоже туда добавляем. Склад муки на мельнице тоже еще плюс 20. Хотя можно, кстати, уже будет заняться его строительством. Рисовую ферму мы будем покупать, поэтому там склад для техники тоже нужно будет строить. Так что еще 20 туда. На товарных складах склад муки мы тоже обязательно будем строить. И склад жидкостей на хлебокомбинате не требует у нас бруса, поэтому туда не надо. По итогу, друзья, мы имеем, что нам нужно затарить 200 кубов бруса, чтобы у нас была заначка на срочный груз. И чтобы мы потом не имели проблем с тем, что нам нужно будет что-то построить, нужно будет надыбать брус. Все остальное покупается. С остальным проблем не будет. Я надеюсь, что вот в этой вот части нашего леса, которая здесь осталась, увы, пришлось немножко попилить раньше до этого. Этого всего дела хватит. После того, как мы это все спилим, уже будет какое-то близкое понятие о том, сколько древесины здесь получилось, мы это все дело запустим на мебельной фабрике. И сможем делать выводы, стоит нам здесь сажать лес еще один или не надо. Хотя я думаю, посадим, почему бы и нет. Ну и еще, друзья, нам обязательно нужно будет продать вот эти вот самые тюки. То, что мы собрали в прошлый раз с нашего льняного поля. Их тут не очень много, 1300-1400 мы за это все дело получим, но это только в 10 утра можно будет сделать, когда откроется ткацкая фабрика. Так что, в общем-то, тут, в принципе, планы на сегодня ясны. Времени у меня это займет ту и ухучу, поэтому, друзья, давайте лайкусик мне забубеним. Мне будет приятно, я знаю, что вам не сложно. В общем-то, погнали все делать, все, что запланировали. А начнем мы всех заряжать, друзья, с магазина, потому что что-то мне очень сильно хочется купить себе еще одну интересную игрушку. А именно, друзья, вот такого вот мана универсала. На самом деле, мне очень хочется покрасить его в оранжевый цвет, но тогда я буду путать наши маны. Поэтому, друзья, давайте его оставим вот такого вот цвета. Я думаю, будет вполне нормально. 150 тысяч денег он стоит, зараза. И к нему же комплектом идет такой же прицепчик на те же самые 24 куба. В общем-то, будет летать и тоже помогать в продажах и все такое. И этого товарища, друзья, мы с вами сразу же отправляем на клубнику. Ее дохренище. Ман быстро может ездить. На молочном заводе мы ее можем продать прям сильно дохренище, поэтому будем возить туда. Ну и свои 3 миллиона с клубники мы сейчас поимеем. Заслуженные. Не знаю, как у него там будет с точками загрузки-разгрузки, но, в общем-то, надеюсь, что все будет нормально. И вроде как этот же манжо перевозит клубнику, правильно? Да, перевозится. Есть тут значок клубники, значит, все будет нормалды. Если вдруг он сейчас не будет работать, то я ему автогруз поставлю и париться с этим не буду. Но пока что запускаем его просто так, потом посмотрим. А вот этого товарища, друзья, мы сейчас отправим опорожнять мельницу. Но для начала надо посмотреть, что и куда надо возить. В частности, я помню точно, что у нас там есть вся вот эта крупа, и в одно и то же ли место она возится. ЖД-бокс 4, 7, 8. А возится она в одно и то же место. На самом деле это очень замечательно, только здесь не очень большая вместимость. Надо будет, короче, за этим все время следить. Но начнем мы тогда с универмага. Универмаги, кстати, часто пополняются, скажем так, освобождается место. А тут, кстати, все влезет в универмаг на самом деле. Ну, кроме муки и пшеничной. Муку пшеничную можно на хлебозавод, там много места. А вот крупы мы сейчас за бубенем тогда отвозить на универмаг. Это же прекрасно. Итого, смотрите, надо 3 раза съездить, отвезти крупу пшеничную. 3 раза отвезти крупу кукурузную. 3 раза крупу перловую. И 1 раз, 2. 2 раза крупу овсяную. Я думаю, что мы сейчас поставим автогруз на пшеничную, перловую и кукурузную крупы. Поставим ему 9 поездок, чтобы следить за этим. Хотя тут, в принципе, это тоже довольно-таки надолго. Но у меня самого еще работы тоже дохренища будет, поэтому нормально. Так, значит, смотрите, крупа кукурузная. 3 раза смельницы забираешь. Крупу пшеничную смельницы забираешь тоже 3 раза. И крупу перловую смельницы забираешь 3 раза. Только вот я боюсь, что я сейчас что-нибудь не то сделал. А не, все то. По 3 раза все это. Выставляем ему 9 поездок. После этого он вернется на базу. Вроде как даже на мойку, кстати, едет. Я еще это все точно не выставлял, но уже потихоньку начинал. И может быть этот товарищ поедет на мойку. Отправляем его в работу, избавляться от наших круп. Но мне, друзья, предстоит самое веселое. Как раз ночь, пивасик и все такое прочее. Погнал я, короче, все это дело пилить. Единственное, давайте посмотрим, 11-метровые нормально ли будут. Ровно ли тут 3 бревна будет. Или надо все-таки по 12 метров будет их пилить. По 11 немножко лучше все-таки. Давайте его даже прямо здесь, наверное, и уроним. Смотрите-ка. Раз. Два. А, и нормально. 3 бревна как раз получается. Четенько. В общем-то, я пилю, а потом вы уже увидите груду бревен. И даже не одну. И вот, друзья, как назло. Вот просто как назло. Срочный груз мебель. Но, увы, не сегодня. Мебели у нас, увы, нету. И сделать мы ее за 15 минут 20 кубов точно не сможем. В общем-то, встретимся. Да. Знаете что, друзья? А вот и все. Я все перепилил. И знаете что? Сделаю это относительно быстро. 9 часов утра у нас всего лишь на часах. Я вам скажу, что еще не так много успели сделать не ман, который клубнику возит довольно долго, а трактор, который крупу возит. На самом деле, я там затупил. Я почему-то на склад овощей его отправил возить. И я не обратил внимания, что он приехал туда и не разгружается. Ну ладно. В общем-то. Смотрите, здесь вот такая вот куча бревен есть здоровая. И есть еще вот такие вот кучи здесь вот бревен. В принципе, их, ну, немало. Одно дерево я затупил. Короче, что-то я уронил его, да. Бывает. На поле у нас, ну, он еще по кругу ездит. Но, в принципе, у этих ребят все в порядке. Они меня, я еще не отвлекался на них ни разу. Только один раз я вам скриншотик сделать, вот подобный. На обложечку надо было и все. Но, в любом случае, убираю это недовольно долго. Сколько? Сколько вот ты процентов уже убрал, а? Вот давайте посмотрим. Убрал он примерно процентов 35-40, если верить в количество точек, которые здесь показаны. И работать ему еще час 20. Охренеть. Как бы за день вообще все это убрать? Но ничего, время есть. Все в порядке. Если, кстати, посмотреть на склад, то уже 422 куба сюда отвезли с поля. И плюс еще 52 куба сейчас прицеп тоже уедет. В два вот замечательно просто все работает. Автодрайв моща и сила, да. Думаю, с остальными полями будет все то же самое. Ладно. Знаете... О, кстати, друзья, я же вам не показал. В прошлой серии мы строили вот такой вот ангар. И он построился, да. В принципе, ничего особенного. Точно такой же, как и второй, только у нас теперь есть еще один. И я как-нибудь замучу здесь стоянку, сделаю автодрайв с парковками и все, что поработало. Но не сегодня. Хотя я уже миллион раз говорил о том, что я это сделаю и все никак не сделаю. А там, кстати, вон клубничка продалась из кузова 72 тысячи. А сейчас еще продастся из прицепчика. Дальше он проедет и будет еще 72 тысячи. Клубничка моща. У нас уже больше двух миллионов денег. Но клубники как-то не очень много вывезлось за все это время, если честно. Хотя вон 300 кубов уже вывезли почти. Нормально, работает. Ладно, у меня сейчас задача посерьезнее на самом деле. Вот это вот все дело надо отвезти на мебельную фабрику. Я, друзья, отвезу все на мебельную фабрику, а завод запускать не буду. Просто, знаете, ради того, чтобы посмотреть, сколько здесь всего этого дерьма. Поэтому, ладно, погнали, первую ходку я отвезу с вами. Поедем мы кататься на нашем мане, на оранжевом вот этом вот. И на зерновозе. Ха. На бревновозе. Сейчас мы его подцепим. Первую ходку отвезем. Да даже, знаете, на всякий случай я проверю. Мебельная фабрика, линию мы выключаем. Во-первых, хочу, сколько времени это везет перевести. Потому что бревна, они неустойчивые. А с моим умением ездить, вероятность перевернуться, она настолько высока, что если бы я сейчас стримил, то люди бы считали, сколько было бы перевертышей. Но, увы, с учетом того, что 12 часов вечера ночи, я это все сейчас стримить не буду. Хотя, занимаюсь я сейчас такой, знаете, работой, которая вот на стримах было бы само то, наверное. Ну да ладно, погнали, в общем-то, загрузим бревна из вот этой вот кучи. Их тут вообще на глаз много. Несмотря на то, что, наверное, мы больше половины деревья спилили до того, как они выросли, их тут прям намного больше, чем было. Что-то вот мне подсказывает. Хотя, на глаз это, знаете, тоже такое субъективное очень. Глаз-то у меня кривой. Представляете, все это без автопогрузки ручками грузить. А некоторые же так и играют, кстати. Им весело, им нравится. Я думаю, что столько бревен хватит на первую ходку. Закрепляем все это дело ремнями. И на самом деле, можно даже автодрайв отправить. У меня он туда есть. Но мы не будем. 17 полиниев загрузили мы, кстати. Если кто не уследил за счетом. Ну и выгружаем. Выгружается оно буквально сразу же. Еще оно тут все зашуршало и заскрипело. Но линия же у нас выключена, правда? Линия у нас выключена. С одного прицепа мы привезли 33 куба. 17 бревен это 5, ну будем считать 6 деревьев. 33 куба. Понимаете разницу, да? Когда у нас снабжение было. Капец, сколько мы древесины на самом деле тогда потеряли. На том снабжении. Причем, нихрена с него-то и не получили по факту. Короче, друзья, я сюда сейчас все это по-быстрому перевезу. Ну как по-быстрому? Я надеюсь, хотя бы за полчаса управлюсь. И мы запустим лесопилку наконец-то. Ну и что, друзья? Но у нас прошло, между прочим, уже 20 минут. И я отсюда вот все увез. Теперь здесь чистенько. На самом деле нет. На самом деле я отвез прицепа 4. И это собралось, да, то, что лежало в середине. Плюс вон тот прицеп, который я сюда отогнал. Собрал я, значит, эти бревна. И подумал, а на сколько же склад на мебельной фабрике по объему? И хорошо, что посмотрел. Склад, друзья, на 200 кубов. А мы привезли уже 190. Исходя из этого, посчитать, сколько мы здесь напилили древесины, но не получится у нас. В итоге мы узнаем потом, сколько мы бруса наделали. Наверное. А вот с древесиной не все так хорошо. Склад маленький. Ну, в общем-то, я запустил лесопилку. Она пускай вот работает. Пускай делает нам брус. Я периодически вот эти вот все бревна буду туда подвозить. Буду стараться следить за всем этим делом. Не знаю, насколько хорошо у меня это дело получится следить и не провтыкать. Но буду стараться. Хотя, с другой стороны, что, когда лесопилка остановлена, уведомлялка приходит. Ха. Параллельно с этим, друзья, у нас на поле вовсю идет уборочка свеклы. Продается. Все, вон, крупа сейчас продается. Но крупа это не самое дорогое, что можно продать. Клубничка. Вот клубничка это да. Клубнички уже вывезено, ну, почти половина. И обслуживание техники произошло, сам комбайн починился. А то опять начнут потом писать, почини технику, у тебя урожай херовый. Все равно, что найдутся такие. Я знаю. На стримах так точно. Если, правда, стримы проходят. А то хрен его знает, как оно там все сейчас. Если мы, кстати, посмотрим в нашу статистику финансов, то клубники уже на миллион продано. Потому что я, кроме клубники, никакого урожая не продавал. А вот крупы сколько продавало, всего лишь 85 тысяч. Доходы от продажи продукции. В общем-то, пускай оно потихоньку тут катается, продается. И, пожалуй, мы встретимся с вами, друзья, уже когда что-нибудь там другое начнем продавать. Короче, да. Пускай они пока катаются. Ну что, друзья. 11.18 утра. Дождь все еще идет. У нас заканчивается уборка первого поля. Ну, точнее, четвертого, пятого. Но первое, поскольку это первое по счету, которое мы убирали. Ща мы отправим вот этого товарища на разгрузку. Во. Вот этого товарища мы, который ожидает вызова, не знаю, пускай здесь стоит. Ну, а комбайн, соответственно, мы снимаем. Прервать маршрут. Блин. В нем еще 900 литров осталось. А че в нем осталось? Странно. Ну, ладно. Сейчас все равно другие поля надо будет убирать. Правда, не сейчас, но будем считать, что сейчас. Итак, смотрим на склады. Мы собрали примерно миллион, миллион триста пятьдесят где-то с этого поля. Я думал, будет больше, если честно. Но все равно неплохо. Это будет перерабатываться у нас до следующего сезона, мне кажется. У этого товарища у нас закончилось топливо. Поэтому, наверное, его стоит отправить на заправку. Но, друзья, я это сделаю уже попозже, потому что сейчас у меня на часах 2-10 ночи, и я тут собирался идти спать. Но сначала, опять-таки, и всякие интересности. Во-первых, я отправил работать еще вот этого пацана, который у нас возит грунт. Он, в принципе, молодец. Он потихонечку это все дело возит. Есть не просит. Тут как раз, вот знаете, вот таким вот вывозить грунт с теплиц, само то. Потому что он заполняет бункер примерно раз в час, и он сразу же обновляется. Я имею ввиду вместимость вот продажи. То есть вот мы отработанный грунт смотрим. Смотрите, вот сейчас осталось 286 кубов свободного места. И вот за ближайшие 40 минут по времени он их забьет. И это все дело обновится. Короче, все работает четко. Это уже проверено годами, что ли. Короче, давно проверено, да. Также, друзья, наш контейнер. Он буквально минут 5 назад закончил свою работу. Он отвозил всю крупу. Он ее отвез. Он молодец. И да, у него место парковки назначено в автомойке. Я на самом деле думаю, что я всем назначу парковочные места. Именно самой техники. Тракторам, грузовикам. Вот здесь вот. И когда автодрайв будет сам отправлять, или курсплей будет их отправлять на парковочное место, то они всегда будут ехать сразу мыться. И вы будете довольны, что у меня чистая техника. Хотя, вы не всегда будете видеть ее чистой, потому что после 10 поездок, например, с грунтом, этот товарищ выглядит вот так. Новый наш ман вообще вот так вот выглядит. Мы его только недавно купили. Хотя, недавно. Он 112 километров уже намотал. Тупо это клубнички. Он молодец. Так что я, наверное, сделаю так, чтобы они были, ну, иногда хотя бы чистенькими, да. Вот. Что касается вот этого мана. Он везет последний рейс клубники. И мы сейчас, вот когда он его отвезет, мы посмотрим, сколько же мы заработали на клубничке за 3 дня. 3 дня мы выращивали на цеплицах клубничку. И сколько же будет дохода. В принципе, я-то знаю, сколько будет дохода. Правда, у меня всегда ориентировочные цифры были. А сейчас мы посмотрим точные. Точнее, не точные, а с совсем небольшой погрешностью. Ну и параллельно, кстати, еще вот этот вот товарищ тоже помогал всем этим ребятам. Он отвез сначала всю овсяную крупу на продажу. А после этого я его отправил. Как раз там посчитал, сколько рейсов надо сделать Уралу, чтобы это все четко было. И вот они вдвоем сейчас одновременно заканчивают и вывезли всю клубнику. Короче, можете считать, что я тоже молодец. Он сейчас этот рейс сделает и едет тоже обратно парковаться. А у Мана еще место для парковки не назначено. Ну, он новенький. Я еще с этим не разбирался, не игрался. Так что ждем, пока он сейчас сюда доедет. И пойдем смотреть всякие интересные циферки. И планы на дальнейшую работу. А, кстати, Урала, чтобы они не пересекались, чтобы они не совсем по одному маршруту ездили, я отправил на универмаг. А этот на бурену катается. Ман, хотя для вас это не секрет. Блин, ребята, как же меня этот дождь достал, вы бы только знали. Ну, ладно, ничего. Кстати, вот хорошо, что сегодня у нас уборка свеклы. Потому что свеклу можно убирать в дождь, а зерновые нельзя. Итак, Урал, точнее Ман, приехал, разгружается. Красавчик. Денежки нам капают. Давайте-ка мы его с маршрута снимем, потому что сейчас ему это уже не надо будет. Разгружаем еще вот этот вот прицепчик. И погнали смотреть и считать. Это же самое интересное, да? Или нет? Но, короче, смотрите. Доходы от продажи урожая. Это чисто клубника. Это клубника и пара тысяч за грунт, которые успели перевестись. Но это пара тысяч за грунт, это, ну, в данном размере это ничто. Это минимальная погрешность. Итого 2,5 миллиона. Также мы сегодня продавали еще продукцию. Конкретно крупы. Именно крупы, только крупы. В принципе, они недорогие. В принципе, их было немного. Тут 263 тысячи у нас заработано. Далее, друзья, мы переносимся на нашу ткацкую фабрику. Точнее, это не наша ткацкая фабрика. Но мы сюда привезли тюки, которые мы собирали. Льняные, сухие. Хотя они тут под дождем простояли столько. Мне кажется, они уже нихрена не сухие. Но игра об этом не знает, слава богу. Короче, это дело мы сейчас тоже продаем. И посмотрим, сколько нам это все дело принесет денег. В прошлый раз, по-моему, около 350 тысяч это все дело принесло. Но это, по-моему, и я в этом, в общем-то, точно не уверен. И еще с мана. С мана продавать, кстати, намного проще. Катался туда-сюда, обратно по триггеру. И все. Но вот ман сюда привезти, вот это вот на самом деле геморрой. Потому что центр тяжести довольно-таки высоко. И эта падла норовит опрокинуться просто в любом месте. У меня, видите, в автодрайве скорость 30 на нем выставлена. Потому что, когда я его по автодрайву запускал, он тоже переворачивался. В общем-то, ремни мы отстегиваем. И просто вот так вот проезжаем по триггеру. И это все дело сюда вот так вот. Бздынь, 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 бздынь. Падает. И еще 274 тысячи ровно. Если мы откроем менюху, то видим 2896. За вычетом того, что уже было за клубничку, там 2557, по-моему, получается 339 тысяч заработок с этих тюков. С 10-го поля. В принципе, имеет право на жизнь. Почему бы и нет. Давайте, друзья, еще также посмотрим наши заводики. Во-первых, сахарный завод остановил свое производство. Тут есть 606 кубов сахара. Мы их продадим все. На молочном заводе его можно тоже дохренище продать по 1730. И заработаем еще примерно 1 миллион. На самом деле, с учетом того, что делался он довольно-таки большое количество дней, завод не простаивал. Сейчас вот он первый раз простаивает просто. Но я готов этим пожертвовать просто ради того, чтобы узнать, сколько свеклы у нас соберется со всех полей. То, наверное, упарываться в сахар как на продажу, потому что миллион это за очень большой промежуток времени. Но пускай работает, в общем-то. Мы его сейчас надолго запустим и, скорее всего, свеклу мы не увидим довольно-таки долго. Ну, еще один заводик у нас мельница. 365 кубов у нас еще осталось муки пшеничной. Ее, в принципе, можно отвезти куда угодно. Можно распихать по дорогим вот этим вот. Но нет, я ее повезу на хлебокомбинат. Туда ее много влезает. В принципе, я думаю, что она даже обновится и еще больше будет. Хотя 625 кубов все равно больше, чем то, что у нас есть. И это принесет нам еще примерно 500 тысяч. Это из того, что надо отвезти. В 12 часов, вероятнее всего, в 12 часов обновится вот эта вот штука. Отруби и... Что там, жмых или лузга? Я, честно говоря, путаю. Жмых, наверное, да? Или жом. Неважно. Я вывезу с мельницы все отруби. И сколько получится с сахарного завода остатков. Ну и, в общем-то, отныне, скорее всего, буду следить. Просто все время это мониторить и стараться это все дело вывозить сразу же. Потому что мы миллион насобирали и хрен его знает, как его оттуда теперь вывезти. Можно, в принципе, подкрутить вот это вот все дело, что я уже делал. Но что-то как-то не хочется. И последнее, друзья, что у нас осталось. Томатики, баклажаны и огурцы. Ну и грунт потихоньку будет вывозиться. Это, в принципе, тоже все понятно. На восточном тепличном комплексе у нас уже вообще ничего не осталось. Потому что мы все на склады перевезли. На северных тепличках у нас остались томатики, баклажаны и огурчики. И причем дохренаж всего осталось. Вывозить их, скорее всего, будем полностью на консервный завод. Скорее всего, там тоже информация будет обновляться. И повезем все это туда. Ну и если мы продадим баклажаны по этой цене, в принципе, можно округлить до тысячи. Получим 775 тысяч, ну чуть меньше. Не знаю, куда я это все буду развозить. Огурцы у нас чуть дешевле и их меньше. Огурцы на продажу выращивать не самое выгодное занятие, конечно. Но что-то около 500 тысяч мы все равно заработаем. И томаты. Все говорят, что томаты это самое выгодное. Но я уже объяснял, почему я не хочу этим заниматься. И возможно, на следующие 3 дня мы вообще только клубнику будем выращивать. Если никаких контрактов не будет, конечно же. Но калькулятор обещает мне еще 850 тысяч. Вот по данным ценам заработать с продажи томатов. И все, друзья, это я сделаю закат. В теории, если я правильно все посчитал, а я мог наошибаться кучу раз. И если с нас ни за что не будут снимать деньги, конечно же. У нас на балансе должно будет быть около 8,5 миллионов денег. И потом мы будем их тратить. Это самое веселое и самое интересное. Но на данный момент, короче, я почапал спадки. С утреца я вот это вот все сделаю, поперевожу. Я думаю, что перевозки займут меньше времени, чем уборка урожая. Поэтому о полевых работах мы с вами поговорим после белого шума. Ну что ж, друзья. У нас 18.01. И по сути дела только что завершились все работы по уборке и все работы по продажам. Причем завершилось это прям синхронно. Как-то так получилось. На данный момент свекольный комбайн убрал последнее поле и двигается уже в сторону базы. Едет он на автомойку, помоется и, в общем-то, мы его куда-нибудь припаркуем. Ман, который катался, все это возил, тоже сейчас откуда-то из пердей едет в сторону автомойки. Я, в общем-то, друзья, уже придумал схему, по которой мы сделаем реорганизацию техники на доставке. Я о ней уже в следующий раз расскажу. Возможно, я ее за кадром проверну. С этими контейнерами, что у нас останется, что мы продадим, что мы будем использовать, что не будем. Короче, можно считать все сложно, да. На балансе у нас сейчас находится 8 250 000. Это чуть меньше, чем я рассчитывал. Я там вроде на 8,5 миллионов насчитал. Но были еще и расходы какие-то минимальные все-таки. В то время, как мы занимались. Потому что все поля были удобрены самолетом. Он приехал, нормально все. Сейчас помоется, мы его в гараж поставим. Или даже не буду я вообще ставить в гараж, потом как-нибудь все расставлю. Кстати, вот встал-то не очень удобно. Скорее всего, жадка не помоется. Да, она не моется. Но ничего страшного. Я же отгоню без вопросов. Во, под водичку. Жадка пускай тоже постирается. Так вот, друзья. На эти деньги, которые мы заработали, 8,5 миллионов, чуть меньше. Я куплю новый заводик. Я уже сделал запрос, но не расскажу вам какой. Попробуйте в комментариях угадать. В принципе, у спонсоров был опросик небольшой на эту тему. И, в общем-то, то, что они выбрали, то мы и купим. В следующей серии, в общем-то, я вас с этим всем познакомлю. Также я сделал запрос на дополнительное поле. Потому что оно нам все-таки надо. Почему бы и нет? Водитель на универсал прибыл к базе. А что не на автомойку-то он приехал, а? Странное дерьмо. Ну ладно. Я же вроде на мойку отправлял. Ладно, сам помою. Так вот. Будет заводик. Будет новое поле. И, друзья, уже в следующей серии, наверное, купим какую-то еще технику дополнительную. Потому что полей становится все больше и больше. И то, что у нас сейчас есть, то не справляется. Увы. Хотя, может, и будет справляться. Хрен его знает. Но, знаете, техника лишней не будет. С другой же стороны, я как-то зарекся ставить до хренища техники одновременно работать. Поэтому, может быть, смысла в этом особо сильного и не будет. Посмотрим, в общем-то. И какие итоги можно, в общем-то, подвести. И что у нас сейчас происходит. Все поля, друзья, мы убрали. Убрали с них свеклу. Сейчас покажу, сколько там вышло. Поля, разумеется, у нас все требуют вспашку после свеклы. Четвертое, пятое уже чизель это все дело сделал. На шестом, седьмом работает классик. Все это дело тоже чизелит. На восьмом, девятом работает фиатик. Потом еще им десятое и одиннадцатое поле тоже надо будет перекультивировать чизелем. Все поля я уже удобрил. А также, друзья, они посыпаются известью. Все это параллельно потихонечку происходило. Извести, кстати, может не хватить. Я купил, по-моему, 120 кубов извести. То есть оно даже в склад все не влезло. Ну и, в общем-то, товарищ ездит. У него там, получается, 12 кубов осталось в кузове. Разумеется, ему этого не хватит. И еще у нас на складе есть 23 куба. В общем-то, скорее всего, не хватит. Надо будет ехать покупать. Не знаю, останется там что-нибудь или нет. По поводу свеклы из того, что мы собрали. Второй склад заполнен был полностью 1800 кубов. Плюс первый склад вот этот был заполнен. Но так получилось, что склад этот весь заполнился. Возить на свекольный завод сразу было далековато, наверное, с поля. И поэтому я два грузовика отправил возить с первого склада на сахарный завод. Если мы возьмем в руки калькулятор, то получим, что у нас на складе лежит 2160, плюс 2300, ну 2320 возьмем, перевезено на завод. И плюс еще 59 кубов сейчас в процессе переезда. Итого 4,5 миллиона литров свеклы. Чуть больше. Было собрано со всех полей. Этого должно хватить, в принципе, надолго. Я думаю, что можно даже линию запустить. Линия у меня не работала, потому что мне сильно было интересно, сколько выйдет всего этого дела. Поэтому линию мы запускаем. И пускай он потихонечку себе перерабатывается. Мы его трогать не будем, скорее всего, до конца сезона. Он не успеет все это дело переварить. Так как на сахарный завод, кстати, все не влезет, то я освобожу весь вот этот вот первый склад. А второй, который полностью забит, я освобожу попозже, когда на сахарном заводе останется меньше, чем 1 800 000 литров. Тогда мы все это дело перевезем. Я думаю, это будет самое правильное решение. Далее, друзья, что у нас еще интересного произошло? Ну, товары продались, это все понятно. Мельница у нас пустая. С мельницы я вывез отруби. Кстати, вот по поводу цен. Произошел небольшой баг, у меня не обновлялось. Оно должно каждый час было обновляться, вот эта вот вместимость на отруби. И на все остальное. Оно, короче, у меня не обновлялось. Я Игорю ошибку скинул, он мне через 10 минут выкатил фикс. Так что сейчас это работает. Но пока я этим не занимался, этим тоже, знаете, постепенно будем. Просто надо за этим следить. Там вот миллион литров собрался. В принципе, за один рабочий день это все дело можно будет вывезти. Не проблема. Ну и по поводу теплиц. Склады все опустошены. Грунт с северных теплиц был полностью вывезен. С восточных нет, потому что грузовика я того переставил свеклу возить. В общем-то тоже он не проблема. Сейчас еще дохренища полевых работ будет. И это все надолго. Потому что надо все засеять. Надо будет все поудобрять и так далее. Чем буду засеивать, ребята, вы уже узнаете в следующей серии. Когда у нас уборочная будет. Как и все остальные новости. И по поводу леса еще что у нас изменилось, друзья. Я все перевез на мебельную фабрику абсолютно. И выкорчевал отсюда все пеньки. У нас был стремец со спонсорами. На котором мы свеклу возили и пеньки все поубирали. Так что тут в принципе тоже все понятно. По поводу древесины. По-моему она уже вся даже переработалась. Не, еще 16 кубов осталось. Ну в общем-то за сегодня она успеет переработаться. Там довольно-таки большая производительность. 37 кубов в час перерабатывается. Ресурсы дохрена. Ресурс тратится долго. До проведения этого тоже дохрена. Я как-то не знаю. Баланса какого-то нету. С счетом того, что мы следующий лес хрен знает, когда будем продавать. Если он вырастет. Я даже не знаю, надо нам это или нет. Бруса уже есть. 236 кубов. Его получается примерно столько же, сколько из щипы. Чуть больше. На самом деле вот здесь вот написано. Пропорции выработки 75% из щипы 25%. На самом деле все не так. Я разговаривал с разработчиками. Там, как мне сказали, есть коэффициент на щипу еще дополнительный. 2,7. Только ребята не помнят зачем он там. Поэтому объяснить мне этого не смогли. Ну а типа так и задумано. Это не баг. Это все нормально. Это фича. Но я этого понять почему-то не могу. В общем-то это все дело переработается. Уже знаете на следующий день. Уже в следующей серии. Мы вывезем этот брус отсюда. Как я собирался 200 кубов на склад вывести. А может за кадром сейчас поперевожу. Просто он закроется скоро. Поэтому я не хочу сейчас это все дергать. А весь остальной брус со щипой. Мы переработаем он в ДСП щипу. И все что можно будет сделаем мебель из этого. И скорее всего продадим. Ну и дальше я уже не знаю в надобности нам мебельной фабрики. Знаете лесом заниматься сильно мне не очень хочется. Это не самое веселое занятие. Тем более с учетом отсутствия автоматизации там. Поэтому что делать с мебельной фабрикой мы еще потом подумаем. Так что вот какая-то вот такая вот продуктивная серия. На самом деле я ее 3 дня записывал. Поэтому если вы поставите лайкусик. То мне будет очень приятно. А в следующей серии друзья уже будут новые заводы. Новая техника. Новая уборочная. Новые дни. Новые пассивные и так далее. Денег будет потрачено конечно уйма. От этого никуда не денешься. Тут это все понятно. Но будет в любом случае интересно. На этом друзья вот эта вот серия наверное она длинной получилась. Я не знаю. Я ее заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Спонсорам отдельная пятюня. Если друзья хотите кстати смотреть серии заранее. По мере их выхода. Потому что вот на самом деле. Я не знаю когда выйдет вот этот 3 сезон. 3 сезон у нас или 4 уже? 3. Я не знаю вот когда он выйдет. Но вот сегодня у меня 1 марта или 2. 2. 2 марта я записываю серию. Первые 3 уже все давно посмотрели. Короче вы знаете что делать. Ну и лайкусики, комментарии. Все как обычно. Вы все знаете. А кто не подписан на канал. То подписывайтесь. Да. А это у меня друзья все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. И всем покаки.